Приветствую. Меня все еще не отпускает тема ИИ, так что я тут задумался, а может ли чат GPT убедить поиграть в эту классику? Потому что давай будем честны, для начала самими с собой. Fallage 2 это настолько старое говно мамонта, что даже мамонты не помнят откуда оно. Но не переживай, мы не будем откладывать вступление в долгий ящик, устраивайся поудобнее. Понажимай еще парочку кнопочек под этим видео для большего удобства просмотров. Ну а мы скоро увидим, как же нам продаст ИИ в стиле Стивена Кинга игру. Попутно я буду разбавлять видеоряд с генерированными картинками на тему Fallage. В конце я поделюсь парочкой мыслей от себя про саму игру и про то, как у ИНР-сетки, по моему мнению, получилось. В жуткой пустоши постапокалиптической Америки, где призрак ядерного уничтожения все еще витает, лежит мир, окутанный жуткой смесью ностальгии и страха. Добро пожаловать в запутанный мир Fallout 2, кошмарный пейзаж, который вышел из парпера Марка О'Грина. В этом пустынном и заброшенном мире выживание – это искусство. И волею судьбы или вашим острым умом получение преимущества часто происходит в форме хитрости и способности принять тьму этого мира с его извращенным чувством юмора. Представьте себя странником, одинокой фигурой, блуждающей по бескрайним пустошам, а вашими единственными спутниками являются тени и отголоски некогда процветающей цивилизации. Будете ли вы продолжать свой путь в одиночестве или же объединитесь с другими искателями своего места под солнцем? Ведь союзы создаются в этом мире не из прихоти людской, а в огне необходимости. Неожиданно для самого себя, рано или поздно, вы все же обнаружите, что общаетесь с самыми странными товарищами. От шумных жителей преступных кланов Нейрина, до любопытных обитателей логова беззакония, известного как Логова. Но что делает Fallout 2 по-настоящему уникальной игрой, так это черный юмор. Представьте себе, что вы наткнулись на причудливый маленький городок Модок. Место, где фермер нередко женится на своей собственной дочери. Путешествуя по мрачной пустоши, вы столкнетесь с гротескными мутациями и кошмарными существами, которые, кажется, вышли прямиком из самых мрачных детских кошмаров. От двуглавых браминов до мутировавших гекконов, бродящих по радиоактивным равнинам. Вам придется использовать этих чудовищ в свою пользу, собирая их шкуры и органы, для обмена на драгоценные припасы. В противном случае, пустошь поглотит вас. Юмор часто появляется в неожиданных местах. Возьмем, к примеру, говорящую голову по имени Майрон, язвительного и невыносимого химика, который может приготовить множество лекарств. Его нефильтрованные комментарии об окружающем мире добавляют мрачного веселья в ваше путешествие, заставляя задуматься, не оставил ли апокалипсис хоть кому-нибудь каплю здравомыслия. Мир Fallout 2 – это постоянно меняющаяся и непредсказуемая сила. Отражение этому можно найти в ржавых шестернях сломанного робота-компаньона, на страницах мрачного комичного руководства по выживанию, и в причудливых квестах, которые ведут вас, словно Элис в кроличью нору абсурда, и никто не ответит вам на вопрос, как глубокая эта нора. Вам остается только падать все глубже и глубже. Эта игра, как словно роман, манит вас своей гротескной красотой, черным юмором и дурным предчувствием, превращая каждый ваш шаг в путешествие, которое ведет в самое сердце тьмы, где, несмотря ни на что, вы должны найти свой собственный извращенный сюжет. Это не место для слабых духом. Моральный компас, по которому живут большинство из вас, зачастую может привести вас к гибели в этом мире. Здесь жестокая правда жизни диктует правила игры, а мораль лучше оставить для вашей реальной жизни, где нет необходимости буквально сражаться каждый день для удовлетворения ваших базовых потребностей. Ну, вот как-то так и Ромка пыталась продать, скажем так, нам игру, используя при этом кинговский стиль. Что ж, коротко мое мнение по игре. Я не самый ярый фанат этой игры. Я не тот, кто вынюхал там каждый угол. Да блин, я даже не уверен, что смогу прям без подсказок быстро пробежать сюжетку. Но каждый раз, когда у меня в голове возникает желание, типа, эх, сейчас бы во что-нибудь такое поиграть в стиле апокалипсиса, то из всех игр я запускаю именно второй Fallout. И да, я один из тех адептов, кто на релизе Divinity пожалел, что про Вана Фоллыч ушли беседки, а не Ларианом. Не обязательно делать игру уровня Baldur Gates. Обычная Divinity, та самая, 2014 года. Даже этого уровня, как по мне, хватило бы с головой, чтобы сделать Эпик Вин из Фоллаута. А теперь про то, как постаралась сама Нейронка. В целом, мне понравилось. Но, прямо чувствуется, что текст писал робот. И я немножко слукавил в этом видео. И сам текст не ушел напрямую в ролик. Перед этим я его редактировал. Как именно? Ну, давайте скажем так. Прямо очень не хватало эпитетов. Казалось, что местами Нейронка не дожимает свою мысль. Она буквально обрубает сама себя на полусловие. Связано ли это с тем, что я пользовался бесплатной версией 3.5, или тем, что она ограничена количеством символов для написания ответа? Я, по правде говоря, не знаю. Возможно, влияет и то, и другое вместе. Но, тем не менее, как итог, результатом я в целом доволен, чем нет. Думаю, пройдет еще несколько лет, может быть 3-5, и тексты, которые будет писать Нейронка для нас, будут более человеческими. Ну что ж, Ребзи, а теперь вы, ответьте мне на вопрос. Получилось бы у искусного интеллекта таким описанием убедить вас поиграть в эту игру? Продолжение следует...